Всем привет из Нью-Джерси! Кто не знает, я работаю няней в Америке уже седьмой год. Последняя моя работа в семье, где есть двое детей, двое мальчиков. И в этой семье я работаю уже пятый год. И некоторые наши женщины говорят, что вот никогда они бы не оставили своего ребенка с няней. Никогда бы они себе этого не позволили, ни себе, ни своим детям. Но получается совсем все наоборот в жизни. Я уже не говорю здесь, в Америке. И в Украине, и в России работа няни набирает обороты. Идет тенденция к повышению вот этой престижности, вот этой работы, что ли. Потому что если когда-то в наши, в те советские времена, быть мамой и сидеть дома, это было как бы нормально, в порядке вещей, то сейчас все хотят быть учеными, все хотят учиться. И кто хочет достичь своей жизни чего-то, кто думает о карьере, те, не всегда, может быть, достаточно как бы уделять внимание своим детям, своей семье. Вот и для этого существует няня. А вы знаете, человек, который, будем говорить здесь, в Америке, который учится 6 лет, платит за учебу 200 тысяч долларов. Ну, он как бы должен выплатить те деньги, потому что он взял кредит и выходит замуж, женится, пошли дети. Откуда взять 200 тысяч выплатить, если ты не идешь работать, а сидишь дома с детьми? Нету вариантов. Ты должен идти работать, потому что ты выучился, ты заплатил кучу денег, ты должен эти деньги отдать, потому что у тебя кредит. И у тебя нету других вариантов, кроме того, как взять няню к твоим детям. И тебе, конечно, повезет, если ты найдешь хорошую няню. Здесь хорошие няни на вес золота. И очень это, как бы, благодарная работа, потому что как они меня благодарят, когда я там что-то сделаю, когда я детям приготовлю вкусный обед, когда маленькие дети, я им мою попки, я их вожу куда надо по их делам, на спорты, на музыкальные уроки. А как приходят дедушки и бабушки благодаря? Потому что еще молодые дедушки и бабушки сидеть дома не могут с детьми, потому что им тоже нужно работать, им нужно заработать на хорошую пенсию. Как они мне благодарят все время? Спасибо вам, Ира, спасибо вам, Ира, потому что они знают, что у меня дети накормлены, что у меня дети всегда чистые, что у них, когда они были маленькие, не было никогда опрелостей, что они никогда не ходили грязные, замызганные, что они вовремя всегда в школе, что они вовремя всегда на уроке музыки, и на уроке карате, и на уроке гимнастики. И вот за это люди благодарят. И чувствуешь себя, что действительно, пусть это не считается такая престижная профессия, но она нужна, она нужна и многим людям, которые не могут разделить свою жизнь на две части, на дом и на работу. Это как бы я соединяю вот эти две части в кучку ихней. Это ихние проблемы, как бы в моем исполнении, понимаете? Исполнении няни. И не всегда бабушка может сидеть с детьми, потому что не всегда бабушка рядом. И не всегда бабушка может сидеть с детьми, потому что она еще сама молода, она сама работает еще. Она не может оставить работу сидеть с внучатами, своими любимыми. Эта бабушка обожает своих этих двух мальчиков. Она ими одежки покупает, она ими кушает, что-то вкусненькое приносит. Но не может она с ними сидеть, потому что у нее другие заморочки. Она должна еще работать, она не пенсионерка. Понимаете? Вот в чем проблема здесь. Это не значит, что она не хочет, или там, я не знаю, но нету возможности. Здесь на пенсию идут в 67 лет. Это не у нас там дома в 55, или там в 57 уже сделали. Нет, здесь поздно идут на пенсию. И никто не может вот так просто ставить работу, не заработать себе на свою старость, а сидеть с детьми. И здесь никто не сидит, бабушки с детьми, потому что здесь не принято, чтобы мама сидела дома с моими детьми, потому что это мама, потому что она их так воспитает, потому что она меня воспитала. Абсолютно здесь нету таких заморочек. И если няня сидит тебе с ребенком, то это не значит, что он вырастет плохой, и он будет похож на эту няню. Иногда и родители дуют детям, извините, в одно место, а из них вырастают уроды. Вот и все. И тут, как говорится, бабушка надвое сказала. Это все гены. Если в генах заложен человек хороший, значит он будет хороший, даже он, если будет расти на улице без няни, без родителей. А если в генах есть какие-то левые там тараканы, то хоть воспитываю его и четыре бабушки, и четыре дедушки. То есть ребенка вырастет не то, что нужно. Так что няня сейчас и в России нужны, и в Украине, и в Америке. Я еще до Америки, я уже семь лет, седьмой год здесь, я до Америки еще в Украине работала три с половиной года няней. Потом работала в Греции еще. Вообще 20 лет назад я работала няней. Няней везде нужны и всегда нужны. И тенденция к этому растет. Так что никто не знает никогда, кому нужна будет няня. Не надо зарекаться, потому что как говорят, человек планирует, а Бог корректирует. Всем пока, мои хорошие. Бай-бай.